Меня зовут Карта Иваскатов Санча, я измечательника командирования экологии и лоббок от цементной завод семьи. Значит, сегодня мы проводим общественное слушание по рабочему проекту... Пишут, что нас не слышно. Где? Площадка. Да. Площадка. Площадка. Рабочий проект строительства технологических линий бомбов от цемента, производительства 150 тонн частных. Если кто-лик, то проект проекта цементной завод семьи. Значит, по регламенту мы должны утвердить, проголосовать за регламент рассмотрением материала проекта подвиг доклада, по уголе доклада. 15 минут. Кто за, кто прочих? За. 15 минут. Единое гласное. Вопросы, ответы, предложения, замечания 10 минут. За. И подведение итогов техники. За. За. Теперь мы должны выбрать председателя общественного слушания. Я предлагаю Анина Халитайна на радио. Принимательство в городе. Активация в городе сидит. Все спорта. Пожалуйста, проголосовать. Я вот. Все за. Дальше. Анина Халитайна на радио. Прошу. Анина Халитайна на радио. Анина Халитайна на радио. Активация в городе. Анина Халитайна на радио. В городе. Анина Халитайна на радио. Анина Халитайна на радио. Здесь я задала вопрос, увеличивается ли до начала мощности, как вы все обновляете, да? 5, 3, 5, ставите одну. Ну, начнем свое представление. Хотелось бы послушать презентацию. Всем здравствуйте, я докладчик презентации с ТОО «Лаборатория атмосферы». Мы именем цели разработчиками отчета о возможных воздействиях. Данный отчет был представлен на сайте, на котором уже выставили по нему замечания. Я сейчас зачитаю и продолжу потом уже с самой презентацией. Так, аппарат Акима города Семей в области Абай. Замечания и предложения не предоставляются. РКУ Семейское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по области Абай. Замечания. Соблюдение всех мер по предупреждению, исключению и снижению неблагоприятного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. При проведении работ на промплощадке соблюдают целевые показатели качества атмосферного воздуха, а также приземные концентрации вредных веществ, допустимых уровней ВДК. Требования действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, теперь ответы на эти замечания. Разработка отчета о возможных воздействиях выполнена с соблюдением всех мер по предупреждению, исключению и снижению неблагоприятного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. При строительстве и эксплуатации технологической линии помолого цемента будут соблюдаться целевые показатели качества атмосферного воздуха. Так, согласно проведенному расчету России, вне концентрации загрязняющих веществ, на период строительства и эксплуатации с учетом фонового загрязнения города и семей не будут превышать одного ВДК. При строительстве и эксплуатации технологической линии помолого цемента будут соблюдаться требования действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сейчас, минуточку. Так, следующий орган. ДУ. Отдела жилищно-коммунального хозяйства города, семей, область Абайк. Замечания и предложения не предоставляются. Управление сельского хозяйства и земельных отношений в области Абайк. К намечаемой деятельности группы, капельный завод, замечаний не имеют. Предложения просим соблюдать в рамке экологического кодекса. Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. в области Абайк. Их ответ в соответствии с представленными как на угловых точек расположения цеха помола, линии помола. И писем от РГКП, казахское лицоустроительное предприятие. Указанный участок намечаемой деятельности находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Проектируемый участок не является местами облака Виталия и путями находящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных в Красную книгу Казахстана. Эти все письма от Кушукрана и Органа по неесте представлены приложением к этому маршруту. РГУ, Ниждельская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов. Встречание и их предложение. Участок строительства расположен за пределами установленной водоохранной зоны и полосы реки Иртыш, в связи с чем согласование предпроектной и проектной документации с РГУ не требуется. У производственной компании «Семей» имеется разрешение для спецводопользования до 02 марта 2025 года. Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение. В связи с изменением условий специального водопользования требуется получение нового разрешения на спецводопользование. Ответ. После окончания строительства технологической линии помола будет более тщательно проанализировано необходимый расход воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. В случае недостаточности количества воды предусмотренного разрешением предприятия до начала эксплуатации линии помола будет оформлено новое разрешение на спецводопользование. Департамент экологии по области АВА. Первое. При проведении работ соблюдать требования ст. 238 Экологического кодекса РК. Ответ. При проведении работ в обязательном порядке будут соблюдаться требования ст. 238 Экологического кодекса РК. Мероприятие, направленное для сохранения и предотвращения загрязнения почвы, представлено в разделе «Оценка воздействия на почву и грунт». Второе замечание. Необходимо предусмотреть раздельный сбор отходов согласно ст. 320 Кодекса. Ответ. Сбор и временное накопление всех образующихся видов отходов на территории предприятия предусматривается в специально оборудованных местах, контейнерах или емкостях, резервуаров, на срок не более 6 месяцев до даты или сбора. С целью недопущения смешивания отходов, сбор и временное накопление каждого видов отходов предусмотрено в отдельном контейнере или емкости, т.е. предусмотрен раздельный сбор. По истечении 6 месяцев, а возможно и раньше, все отходы будут переданы специализированным организациям, имеющим соответствующие лицензии на операции с отходами на договорной основе. Данная информация также отражена в отчете о возможных воздействиях. Третье замечание. Предоставить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предлагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Ответ. Актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях представлены также в разделе «Описание состояния окружающей среды на затрагиваемой территории». В данном разделе также представлены фоновые концентрации загрязняющих веществ, принятые на основании справки выданной РТВ-то с ведромет по наблюдательным постам в городе Семей. Справка также представлена в приложении. Четвертое. Учитывать розовую ветровку отношения к ближайшему населенному пункту при проведении строительно-монтажных работ и эксплуатации системы помолого цемента в виде установки вертикальной цементной мельницы. Ответ. Расчет рассеивания на период строительных работ и эксплуатации произведен с учетом розы ветров города Семей на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки. Согласно таблиц, которые представлены в отчете о возможных воздействиях, приземные концентрации загрязняющих веществ на период строительства и эксплуатации с учетом фонового загрязнения города Семей не превышают. И общественность, замечания и предложения не предоставлялись. Замечания. Зачитаем. Преступим к презентации рабочего проекта. Как уже говорилось, предусматривается строительство технологической линии помолого цемента производительность 150 тонн в час. Вообще, поговорим немножко, что же такое отчет о возможных воздействиях. Это выявление, анализ и оценка и учет в процент решения предполагаемых воздействий, намечаемых в хозяйственной деятельности, вызываемых ими изменения окружающих средствах, а также последствия для общества. Рабочий проект строительства технологической линии помолого цемента производительности 150 тонн в час разработан по ГАСПИ-ПРОТЕКТ в соответствии с доставственными нормами, правилами, стандартными, действующими на территории Республики Казахстан. Общие сведения по площадке. Проектируемая технологическая линия помолого расположена на территории действующей площадки номер 1. Про площадку номер 1 цементное производительство расположено на левом берегу реки Киркыш 2,5 км от основного русла в черте города Семей, северо-западной его части на расстоянии 3,5 км от железнодорожной станции жена семей. Жилая застройка расположена в восточном и северо-восточном направлениях на расстоянии соответственно 1300 метров и 800 метров от границы промплощадки завода. На основании писем РДКП Казахстан. Лесоустроительная связь предприятия территория находится за пределами семей государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица. Также по информации РДКП ПО по уходу ООПРОМ не является местным обитанием и путями миграции редких исчезающих видов жмута. Далее у вас в ваших распечатанных презентациях представлена карта-схема. Выделена сама территория комментированного завода. Нанесена страница с СЗЗ и получаются в северо-восток и жилую зону. Здесь видно, что до жилой зоны расстояние как раз таки у нас 800 метров. Позволяет? Да, позволяет. Переступим к краткому описанию проекта решения. В намечаемой деятельности затрагивается реконструкция существующего цеха помола, а не именно усовершенствование системы помола цемента в виде установки вертикальной цементной мельницы МВН 5000 Т4. Производительность 150 тонн в час. Благодаря усовершенствованному оборудованию, установленному на новой мельнице, имеется возможность размалываться до наимечающих частиц с высокоудельной поверхностью свыше 400 см2 на кг, в связи с чем появится возможность увеличить ход различных видов добавок цементных марок и приведены названия цементных марок. Новая мельница, оснащенная современными высокотехнологичным оборудованием, позволит не только увеличить производственные мощности, повысить энергоэффективность предприятия и снизить себестоимость продукции, но и обеспечить выпуск высококачественного цемента согласно заявленным характеристикам. Возвольную эксплуатацию вертикальной мельницы производительностью 150 тонн в час позволит ликвидировать существующие цементные мельницы номер 1, 2, 3, 4 и 9. Цементные мельницы 5, 6, 7 и 8 остаются в качестве беседы. Продолжительность строительства составляет 11 месяцев. Начало – это октябрь 2023 года, а окончание – конец августа 2024 года. Начало эксплуатации планируется с сентября 2024 года. Уточнение границ СЗЗ. Согласно ранее выданных санитарных эпидемиологических заключений, здесь приводится номер и года 2012 и 2016 года. Нормативно-расчетный размер санитарно-защитной зоны для промплощадки номер 1 принят 800 метров на основании выполненных расчетов и данных лабораторных наблюдений в течение трех лет. Предел области воздействия был принят на границе единой нормативной СЗЗ по 700 метров. И согласно разделу 1 и приложению 2, экологическому кодексу предприятия относится к объектам первой категории. Теперь поговорим про эмиссию вооружающей среды. На период эксплуатации и проектируемой технологической линии помола цемента дополнительно добавится 7 источников выбросов. Из них это будут 3 организованных источника выбросов и 4 неорганизованных. Сейчас я вам их перечислю. Это будут сквозы пересыпки клинкера, гипса и литрофила или гроша. С кисовых дозаторов на ленточные конвейера. Это будут неорганизованные источники. Ленточные конвейеры для транспортирования клинкера, гипса и литрофира. Это тоже будут неорганизованные источники. Система аспирации узлов пересыпки рукам это будет организованные источники. Система аспирации узлов пересыпки. Также организованные источники. Система аспирации цементной мельницы, в том числе высокотемпературной печи. Организованные источники. Загрузка угля фронтальных погрузчиков в приемный бункер. Это неорганизованные источники. Загрузка с приемного бункера на дробилку, дробление угля в дробилке, загрузка с дробилки на виброжелок, загрузка с фиброжелом в промежуточный бункер, из промежуточного бункера в ковшевой элеватор, с ковшового элеватора в накопительный бункер, из накопительного бункера на дозирующие комбейерные весы. Это будет неорганизованный источник. Суммарные выросы загрязняющих веществ, подлежащих нормированию, составят 388, цепта 727, да, извиняюсь, тоннг год. Теперь также про расчет рассеивания. Расчет рассеивания проводился в программе ЭРА-3.0 на ПЛН. Расчет рассеивания проведен с учетом существующих источников выбросов согласно действующему проекту ПДВ для основной промышленной площадки и с учетом фонового загрязнения города-семей. Анализ результатов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что в зоне влияния предприятия превышений ПДК на границе СССР и жилой застройки по всем рассматриваниям ингредиентам не имеется. Влияние оценивается как допустимое. Мероприятие по охране атмосферного воздуха. При эксплуатации технологической линии помолого цемента внедрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха согласно приложению 4 Экологического кодекса Республики Казахстана. Пункт 1 по пункт 1. Ввод в эксплуатацию были газоочистных установок, предназначенных для улавливания, обезвреживания, утилизации вредных веществ, выделяющихся в атмосферу, от технологического оборудования и аспирационных систем. Пункт 1 по пункт 3. Выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и перепряжных источников. Для очистки запаленного воздуха, образующихся при пересыпке сырьевых материалов, предусмотрены рукавные фильтры в качестве 5 единиц с производительностью 2520 м3 час с правильным КПД очистки 99% и рукавные фильтры в количестве 2 единиц с производительностью 10 000 кубических час с правильным КПД 99,8%. Для очистки запаленного воздуха от вертикальной парковой бельницы и высокотемпературной печи генератора горячих газов предусмотрен рукавный фильтр производительностью 613 000 кубических час с правильным КПД 99,9%. Водопотребление и водопотребление. На площадке запроектирован водопровод хозяйственной питьевой воды путем в леске существующей сеть, расположенной на здании отделения мельницы, являющейся источником водоснабжения. Производственное водоснабжение предусмотрено для охлаждения клинкера и редуктора цементной мельницы. Для производственного водоснабжения используется водопровод оборотной системы. Чистая вода из водопровода оборотной воды направляется в емкость для воды с целью дальнейшего раскуления вертикальной мельницы для охлаждения клинкера и редуктора цементной мельницы. Для охлаждения клинкера и редуктора цементной мельницы используется оборотное водоснабжение. Отвод хозяйственных водовых источных код предусмотрен в существующей канализационной сети по договору с семей водоканалов. Производственные источные воды от линии помолыцемента отсутствуют, так как выхлаждение клинкера и редуктора цементной милиции, используется водооборотное подоснабжение. Оценка воздействия на водную среду. Согласно... Ой, я не сняюсь. Ближайший водный объект река Тыш расположен на расстоянии 2,21 км площадки номер 1. Согласно постановлению Восточно-Костанского областного архимата от 13 мая 2009 года номер 68, ширина водоохранной зоны водоохранной полосы реки Тыш в городе Семей на участке левого берега от поселка Холодный Ключ до границы города в районе садоводческого кооператива Багровка, установлено в размере от 100 до 1040 метров и 35 до 135 метров соответственно. Следовательно, участок промплощадки номер 1 расположен за пределами установленной водоохранной зоны полосы реки Тыш. При проведении работ предусмотрено мероприятие по охране водных ресурсов, такие как устройство усовершенствованных асфальтобетонного покрытия автостоянных пешеходных дорожек. Покрытие проездов планируется выполнить бортовым камнем. Бортовой камень в асфальтобетонном покрытии исключает возможность попадания поверхностных вод на окружающий земель. Использование существующих систем водоснабжения и водоотведения. Использование оборотного водоснабжения для охлаждения клинкера и редуктора цемельной мельницы. Использование оборотного водоснабжения для охлаждения клинкера и редуктора цемельной мельницы. На специально бетонированных площадках для сбора много водовых отходов будут установлены металлические контейнеры, периодически предусмотренные в борту территория. Далее поговорим о подходах производства и потреблениях. При эксплуатации технологической линии помола цемента будет образовываться следующие виды отходов. Это смешанные коммунальные отходы, ТБО. Это является неопасными отходами. Объем образования 2,42 тонн в год. Черные металлы. Уровень опасности также неопасны. Объем образования 1054-314 тонн в год. Зольный осадок, котельные шлаки и зольные опыли. В общем, золосу шлаковые отходы. Также являются неопасными отходами. Объем образования 1158-67 тонн в год. Твердые отходы от газоочистки. Технологические отходы. Уровень отхода также неопасны. Объем образования 90191,824 тонн в год. Промасленная беда. Уровень опасности отхода опасны. Объем образования 0,141 тонн в год. Зольные осадок и твердые отходы от газоочистки в полном объеме будут использоваться в технологическом процессе. Временное накопление остальных отходов на территории предусматривается в специально оборудованных местах на срок не более 6 месяцев до даты их сбора. Оценка воздействия на почвы и грунты. Снятие почвенно-плодородного слоя при реализации проектных решений не предусматривается, так как рассматриваемые седельные участки находятся на существующей территории предприятий, где почвенный поправ уже нарушен при строительстве зданий и прокладке коммуникаций. В целях сохранения и предотвращения загрязнения почвы предусматривается следующее мероприятие. Это также устройство усовершенствовано асфальтно-бетонного попрытия автостоянок и пешеходных дорожек, механизированная уборка мусора, полив водой летом и очистка сне до зимой проезжей части автомобильных дорог. Заправка механизмов на участки строительства полностью исключена. Все механизмы должны быть оборудованы металлическими поддонами для сбора проливов ГСМ и технологических жидкостей. Сбор всех видов образующихся отходов в специальной емкости или контейнеры с последующим выводом подоговора со специализированными организациями. Отцент воздействия на растительность. Ценные виды растений в рассматриваемой участке отсутствуют редкие или вымирающие виды флоры, завязанных в праздник и книгу Казахстан не встречаются. При эксплуатации технологической линии помола цемента внедрено следующее мероприятие. Охранение решения 4 экологического кодекса Республики Казахстан. Это увеличение площадей зеленых насаждений в посадках на территории предприятия. В рабочем проекте предусматривается озеленение территории технологической линии помола цемента, устройство зеленой полосы путем посадки вяза мелколистного в количестве 30 штук, а также устройство газона, озеленение многолетней травмы. Планируется высвечать 1400 метров квадратных. Оценка воздействия на животные. Данный участок, опять же, по информации РКП, по уходу угром не является местом обитания и путями миграции редких и исчезающих копытных животных, занесенных в РКП Казахстан. Следовательно, при соблюдении всех правил эксплуатации существенного негативного влияния на животный мир и изменения генофонда не произойдут. Спасибо за внимание. Этот уклад окончен. Уточнение границ, вот вы пишете, да? Коля? Да, секундочку, да. Уточнение границ пишете, да? Согласно выдано. А почему заключение выдано в 2012 году? Оснований перед внесением изменений не было? Нет, не было. Получается, а вы повторно, вот сейчас, чтобы это вводите, новое оборудование, вы их ставите, известно, да? СЭС, а сейчас, вот получается, они все, вот, получают, видят РГУ, семейское доставственное управление санитарно-эпидемиологического контроля, они смотрели проект, они нам выдавали, вот, замечали, что я зачитывала. Они смотрят расчет просливания, который мы прикладываем к проекту, и, естественно, протоколы, которые ежедневно-карьем не были. Да, я хочу вам это говорю, вот, это же так, как в 2012 году утверждено, 800 вот этот метров от населенного, ну, от жилых домов, она так и остается, да? Снази, да? Снази, да? Снази, да? Снази, да? Ага. Нет, бывает же у нас постановление, где правительство, вносят изменения какие-то. Я просто спрашиваю, что в 2012 году, после этого, 11 лет, они не вносились? Нет, изменения СССР не происходило размером. Теперь, вот, здесь, по основанию выбросов, вот, дополнительно, вот, вы когда устанавливаете вот это новое оборудование, еще плюс будет к нему 7 источников выбросов. Вот, сейчас, если вы пишите, дополнительно выявлено 7 источников выбросов, вот, здесь вы пишите, на период эксплуатации проекта технической цемента, дополнительно выявлено 7 источников выбросов, из них 3 организованы, а 4, значит, не организованы. Вот, дополнительно, если вы пишите, то сами не помнят. Вот, смотрите, получается, ранее у них было несколько технологических линий, а для них было выбросов, источников именно выбросов гораздо больше, чем сейчас будет от 1, то есть будут ликвидироваться источники выбросов, а вместо них появляется... Просто вы записали дополнительно 7, поэтому, кажется, что еще и больше. Да, потому что, длиннее. Ага. Надо было здесь написать вот так, что ранее в одном было столько-то, а сейчас из всех взятых 5 она заменяет в одном из них. Снова дополнительно вот этот источник выброса в нем этот администратор уже. Так, теперь расчет рассеянности произведен, да, тоже? Да. Здесь проект пишите вы. Почему в 19-м году только делают заключение? А потому что он у них уже действует, этот проект, сейчас по нему работают. Да. Раньше не обновляли это уже, вы как-то не обновляетесь, это же законодательные силы меняются же на сегодняшний день. Нет, проект ПДВ разрабатывается на 10 лет, да, получаем разрешение и все уже на 10 лет, если какие-то изменения, мы заново делаем проект ПДВ, то есть мы на самой мельнице, сейчас обратно будет новое ПДВ, новое разрешение будет у нас. Теперь вот, если написано по воду, да, водоотребление, вот сейчас так поставите вы новое оборудование, потребление воды, в том районе, где вы будете брать воду, как у них там, здесь тоже, как-то так написано, это тоже же по водоснабжению, где-то же Барбадоканал вам дает, да, что там? Нет, ну, сбрасываю, как-то оборудование, чистый воду, дайте, пожалуйста. Да, у вас идет водоотребление. Вода, водоотребление. Нет, это вот, вы же берете, все равно вы сейчас ставите новое оборудование, и водоотребление, соответственно, у вас, наверное, пойдет больше, или наоборот, вы не объясните, с какой. Потому что источник Юрты сейчас будет, видите, направление немножко поменял, да, в сторону. Вот тут Дуэльцева тоже вопрос задавал, здесь отличается, здесь то же самое. После обмечания строительства технология исследований помолок будет более тщательно проанализирована необходимый раствор воды на хозяйственные, питьевые и производственные нужды. В случае, у нас есть просто проект, все, подождите, сейчас. Спецводопользование, мы же разрешение берем. Ага. Если что-то измечает разрешение, нам не готово. А почему до проекта, до ввода, до этого оборудования, как бы, установки, вы это не взяли? Сейчас вы установите, а вдруг воды не дадут? Нет, мы сейчас не можем рассчитать. Работы же не дадут нам? Мы сейчас не знаем, сколько он будет фактически потреблять. Мы будем уже по факту, когда мы стоим. Если в воде нам все пешат не дадут, без него. Поэтому мы спецводопользованию гаража не берем отдельно. Вы сейчас на сегодняшний день поставите, установите свой оборудование, а потом будет вдруг с водой у вас проблема. Вы изначально не решаете этот вопрос? Нет, сначала мы договорим, сколько воды, да, подтвердяем, мы пока не знаем, что. И именно субъективу установлю, и именно так проект продавец, я проект на спецводопользование делаю, и, заключая, проходите экспертизу, и они же нам, спецводопользование, да, дает электрическое бассейнное рассчитывание, да? Да. Они же дают нам, да. Да. Вот на тот момент мы отдельно рассчитывали. Нет, просто здесь как бы, вы сейчас пять вот этих, ну, тех, которые сейчас вы убираете, потом новое оборудование ставите, вдруг за какой-то период у вас перебой воды будет. Вы же до сих пор, сейчас получается, у вас нет этого. Вот здесь, вот, посмотрите, мы отвечали вот именно на вопрос, только на тот же вопрос. Просто окончание строительства технологических линий планова будет более тщательно проанализирован необходимый расход воды на хозяйственные питьевые и производственные нужды. В случае недостаточности качества воды, рассмотрено разрешение, и у нас есть флотопользование, это сроком до 25-го года, у нас есть разрешение, уже есть. И если предприятие до начала эксиллопланова будет оформлено новое разрешение. Понятно, что? Если разрешение есть сейчас, значит, пользуемся. Если превышать бюджет, тогда мы новое разрешение получаем. Оценка, вот, воздействие на годную среду. Как же тут постановление? Вы пишете, ВКУ автомата от 13-го мая 9-го года, 68-й, ширина года. 9-й год, это когда было хорошо, и вот, река не меняется, да? Останавливается. Останавливается. Да, это же вода, 69-й год, это 14 лет прошло. Сейчас вообще-то расскажем. Сотоньки, еще один вопрос, знаете, вы сейчас вот оборудование меняете, да, одну ставите. Рабочие места у вас ограничения? Да, я так вот говорю, вы вообще не планируете сокращать. Не рекомендуется. А те, вот, например, в пяти, они сейчас работают, там, грубо буду сказать, по три человека, 15 человек. Одну поставят, тогда как? Начальство. Сотвержение будет. Эти люди будут заняты, может, в других участках, или как? Я просто хочу узнать о рабочих местах. Сотвержение будет. Дед, вы, смотрите, сейчас просто скажите, на одном сколько человек работает? Три человека. Три, вот, я вот это догадываю. Значит, 15 человек у вас сейчас работает. Вы сейчас много поставите. Нет, 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 в одном. Сейчас на пяти человек работает. А, в пяти работает три всего, да? Да. Ага, я думала, в каждой три. Нет, нет. В пяти работают три, они же не переходят. Автоматически переговорят. Да, они туда не переходят. Так, и еще, вот, вы же говорите, в сутки сколько тонн потребления? Чего? Вот сейчас по новой технологии. 150 тонн сейчас. Производительность. Нет, а вода? А, вода. Воды, воды. Воды нет. Просто сейчас, ну что ж, наверное, ты же посмотришь, вы же сами видите. Вот, вы сказали, вообще-то... Если, если что-то будет превышать, электрически бассейновое хозяйство нам разрешение не даст. Так же? Поэтому здесь, если они разрешение дали, пожалуйста, мы работаем. Если они разрешение не дали, и линии сократили, пожалуйста, мы должны уважать вопрос. Нет, здесь не ваша, не та сторона. Просто мне хотелось бы, что действительно производство стабильно работало. Здесь много воды не идет, потому что, а, водооборотная система тут не идет. Хорошо. Все, у меня вопрос, пожалуйста, задавайте. У тебя есть? Здесь вот. Если посадку там планируется? Да, да, да. Вот, я не хочу. Это вообще, когда мы будем прорываться? Там, как начнется проект, тогда посадка. Алло. Как заново? Сейчас я не... Мы согласованы, опять же, министерством, опять же, экологией. Всех, всех согласованы. А посадка на территории или сзади? На территории же, да? А вы вот вокруг тоже посадка с милицией? У нас санитабельно-защитная зона, да. Зеленые же заходили. Тоже санитабельно-защитная зона спасает. Ели сажают, да, такие-то тополя. Тополя, там много у нас? Там начальника поздно. Ну, надо же, чтобы поглощало вот это все. Потому что я циликатю планирую, у них тоже циликатчик. А 30 штук, это как? Значит, оно определено 30 штук. Это как-то нормой, как? Ну, тебе, наверное, просить. Допустим, что-то мы делаем, да, там определенные, мы же скажем, не лет-20, сколько мы должны посадить, да? Там постоянно. Перечень лет-20, сколько штук, там, чего-то, может, кустарников, да, может, 10 кустарников. Согласно этому мы... И собственных средств мы... Сосна. Сосна. Сосна, она обычно, вот это называется, обычно она не... Тополя? Тополя, там... Да, не, поглощает. Или оси. Они это, проживаются. Или оси, вот так. Да, оси. Осина тоже хорошо, он экологически очищает. Вот такие дела. Еще вопросы? Так, еще вопросы. Пускай вот этот, вот этот, получай, вот посмотрите. предложение, предварительно вот это, перед заседанием. Хайсна. Короткие информации. Ну, мы же объявление давали, вас приглашали, надо было сказать, мы вам предварительно купили. Можно было бы. В презентацию, предварительно для заседания. А куда? Если вы сказали, мы сработали. Поехали. Вот по розе ветров, когда ветра вот наши, всем поселок всегда говорят, что когда ветер, чувствуется. Ну, жизнь на одном месте не стоит, мы двигаемся, сравниться с Европой. Вы сказали, по очистке вы установили, да, фильтры? Да, четвертый фильтр, отлично, где они работают. Теперь в очереди третий фильтр. В любом случае, вот, даже надо вечером посмотреть. Сейчас мы ехали. Нет, не находи по этому. Вот смотрите, мы ежеквартально платим 50-60 миллионов, да, ежеквартально. Налоги только за завезение, окажай, шесть. Он идеальный, чистый, белый. Ну, наверное, за что мы платим? Вы же скажите, я к этому и вам отвечаю. Сразу же. Когда я ехала, сразу посмотрела. А этот, тем более, этот германский гер... с Германией, ну, пожалуйста, может, Германия, Европы, из Европы, из Европы, из Украины, вообще-то там чисто тоже. Ну, он постоянно включен? Ага. Постоянно включен? Он, 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 он не включает, а где Петер, там и-дэ, все-се-долго. Ну, у уор, и невозможно. это невозможно отключать почему? потому что этот вопрос не будет работать не будет работать он очищает и обратно с живой целью и продавать лучше чем выбрасывать так же? поэтому экономия же нам интересна вопрос пожалуйста представители вы если здесь живете вы должны задать вопрос рядом, если что заинтересован в том они видят, что улучшение дальше вообще хуже что не есть говорили на балконах там делали все писали видишь, может, все поселка Труан, я знаю 90 лет вообще страшного делались сейчас сейчас машину поставишь? да, машину оказывается ну поэтапный у нас есть план перехода на высокоэффективный церап не здесь не работает а это не работает все вопросы? молодец мы думаем данная организация уже давно работает и сколько обеспечивает рабочих мест пускай только процветает и развивается мы ничего не можем тысячи рабочих мест я читал полторы тысячи еще так что только мы можем пожелать успехов спасибо 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 всем спасибо plain Продолжение следует...